Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами как всегда Мигу, который Просто не поверите, я выздоровел Походил 2 или 3 дня здоровым, поехал в колледж, вернулся, все здравствуйте И у меня опять сейчас начинаются сопли За 3 дня до концерта, который я уже переносил 3 недели к ряду Ладно, вообще сейчас не об этом У нас сегодня новая серия карьеры за мадридский Реал FIFA 21 Сразу я хочу сейчас Во-первых, извините за то, что я не смог найти Сумаре в тот раз Но мне спасибо подсказали, что Сумаре пишется немножко по-другому У него О еще есть Фамилии Цопник, подающий большую надежду из Лилия Кстати, это классный вариант, я вам скажу Потому что он был бы вообще великолепным вариантом, если бы я не успел купить Бразовича Потому что нам надо было закрывать позицию опорника Чтобы у Казимирки была подмена Ну и он подошел бы идеально Ну а сейчас пока что просто посидит у нас в списке трансферов Рафаэля Варана хочет купить Барселону за 91 миллион Нет, мы, естественно, не продаем Иска сдал в аренду, кстати говоря Да, мы забыли об этом Но у нас Асенсио Вильериал ушел Эдегар, Куатопом Веркну, что ли, ушел в аренду на 2 года Иска тоже на 2 года ушел в аренду в Наполе Марьяна Лестер Сити готова заплатить 15600 Вот на этой сумме они остановились Ну давайте отправим Марьяна Диаса в Лестер Сити Предложение по трансферу Бензимы И где вы еще, мать его, увидите, чтобы за него, мало того, что Атлетика Мадрид его хочет Во-вторых, чтобы он стоил 101 миллион за него предлагает Атлетика Мадрид Так он стоит 82 Где вы еще такое увидите? Ну, конечно же, нет, Карива мы не продаем Отчеты по молодым игрокам? Нет Нет Ну вот этот неплохой, Себастьян Оливера, можно присмотреть Этот нет Вот, Борха Сипульведа Тоже очень неплохой паренек Давайте подпишем Предложение по аренде Марвина Вердер на 2 года Забирайте Я только за Суммаре Ну, кстати, 7.6 трейдинга, я считаю, это очень даже неплохо Но все-таки я его не променяю на Брозовича, уж извините Может, конечно, хитрющий план сделать Отдать Брозовича какую-нибудь в аренду Купить Суммаре А Брозовича в аренду действительно отдать И пусть он там где-нибудь играет А Суммаре будет подменяющим И мы потом с Брозовичем разберемся летом У нас уже 40 миллионов практически Очень хорошая сумма Но вроде состав идеальный Я им более чем доволен Поэтому не вижу Как еще можно его поменять Я все-таки решил, что у нас будет полная карьера Мы в первом сезоне будем играть Абсолютно все матчи Может быть, кроме некоторых В конце сезона Чтобы нам в серию уместиться И так далее Ну, короче, посмотрим Но я решил, что в первом сезоне мы будем играть все матчи А вот если мы что-то не выиграем Ну, или точнее, не возьмем трэбл То есть сейчас нам будет второй сезон Где мы уже будем играть не все матчи А будем концентрироваться только на том, что нам важно То есть на тех трофеях, которых мы не выиграли Сейчас у нас матч против Фейбар Просто они 15-то идут Поэтому я и сказал, что вот мы будем так Играть Стартовый состав выглядит следующим образом Все максимально готовы Поэтому я вроде не вижу Смысла кого-то еще менять Что-то еще делать Состав, мне кажется, на данный момент идеальный Есть, конечно, люди, у которых тонуса нет Наоборот, есть те, у кого он есть Ну, к Неймару, я думаю, тонус придет Как и, надеюсь, к Казимирам Поэтому мы отправляемся на игру Показывает нам разминающегося Карима Бензима Который забил 5 голов в последних трех матчах То есть Бензима на ходу и еще на каком Ого-го Что он не вызывает вопросов о том, чтобы его, может быть, заменить Мы играем на Сантьяго Барнабеу Второй тур Первый домашний матч для Реала В данном розыгры Шелла Лиги Так что мы не должны ударить в грязь лицом Перед домашними трибунами Там Бензима забегает на фланг Здорово, Бензима Передача Кросс, удар с правенькой Как он любит и умеет Дмитриевич на месте И передача во фланг Опять Модрич выдает Неймару У них тоже такая своеобразная связочка намечается Хотя что я несу, да? Сыграть два матча Отдать две передачи Неймар спасает вратарь Дмитриевич Модрич Родриго на фланге Там бежит и Бензима, и Неймар Очень хорошо, между прочим, бегут Неймар принимает мяч Удар по воротам 1-0 Мадрид выходит вперед И завивает Неймар Второй гол в двух играх Обалденный дебют Он пока не уходит без забитого гола Ну и надеемся, что так продолжится и дальше 1-0 1-0 Здорово Модрич Модрич с левой Спасает Дмитриевич Подача кросса Бензима бьет головой Нет, это слабенько Это мимо ворот даже, по-моему Кросс На фланге Передача в центр Рамос Снова кросс Кросс Справый на технику Слишком слабо Хотя мысль была Хорошая В идеале мяч Думан был, конечно, за шкирку Дмитриевичу Влететь в девятку И абсолютно свободный фланг для Реала Левый Наймар Передача Бензима Под правенькую Блокирует защитник Хотя, оказалось, должно быть 2-0, да? Потому что Бензима, я надеюсь, в такой точке не промахивается Подача кросса Мяч у Реала остается Родриго Наймар Подача Бензима Модричу бить не дают Передача направо Родриго Модрич Удар поворотом Это 2-0 Тони Кросс Раскатывает пока Реал Эйбор Просто раскатывает и не замечает За 33 минуты ни одного более-менее опасного подхода у Эйбора не было Ладно, один был и все Его Сферлан Миди нейтрализовал А так Реал полностью проводит это время на половине поля Эйбора У их штрафной Вот так их раскатывая, растягивая до верного Ну и Тони Кросс тоже его второй гол В двух матчах Ла Лиги И 2-0 Перехват Кросса Передача Бензима Обратно Кросс с левенькой 3-0 Эйбор Разгромлен Карим Бензима забивает Это Карим был? Подожди, а что он радуется? Подожди, Бензима Ну вот, да Ааааааа Тьфу, я дебил Это, да, это, конечно же, Бензима забил Конечно же, это был Карим Бензима И его первый гол в Ла Лиге Да, он отдал Голливув в прошлом матче с Вильереалом А сейчас, наконец-то, забил свой первый гол 3-0 Реал громит Айбар к 35-й минуте Причем вообще Айбар без шансов отлетает Передача Модрич в дальней! Ух ты! Я думал, четвертый залетит сейчас Но нет. Прощает Лука Модрич. Пайдер Леон. Рамос. Опасно может быть. Куртуа из ворот вышел. Сейчас нужен Эйбару. Спасает Куртуа. Я хотел сказать, что сейчас надо было игроку Эйбара простреливать в центр. А теперь ответ Реала. Бензиман запускает Неймара по флангу. Нейми. Прострел. Родриго падает. И мяч у Эйбара. Ненадолго, правда, Кросс его подбирает. Передача. Модрич. Бензима. Родриго. 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 Ушел как. Спасает Дмитрович. Родриго. Неймар. Штрафной заработал Нейми. Да, это штрафной железный. Ну что? Кто будет бить? Подходит Рамос. Но давайте мы доверим, наверное, все-таки Кросс. Я хотел Неймару дать попробовать. Потому что у него удары хорошие. Правая классная. Но все-таки пусть пробьет Тони Кросс. Удар по воротам. По-моему, штанга. Или спасает Дмитрович. Что-то одно. Но, в общем, это было невероятно опасно. И мяч чудом лишний оказался в сетке ворот Эйбара в четвертый раз за сегодня. Неймар. Бензима. 4-0. Уничтожение Эйбара. Дубль Карима Бензима. И он сравнивается с Кроссом и Неймаром по количеству забитых голов в Ла Лиге за два матча. Стоились разницы, что Неймар и Кросс забили по одному в каждом матче. А Бензима сразу дублем решил выстрелить сегодня. 4-0. 57-ая минута. Уничтожение Эйбара. Скидка хорошая. Удар по воротам. Нет. Это очень слабо. Это очень не точно. Но попытка хорошая, в принципе. Подача. Бить не дает Бензима. Передача. Родриго. Еще бить. Блокирует защитники. Рамос. Нинди. Бензима. Неймар. Неймар. Выкатывает. Бензима. Хэт-трик Карима. Он неудержим. Он просто разрывает всех. Он затыкает всех хейтеров. Он это сделал еще на предсезонном турнире. И сейчас он это еще раз делает. 5-0 становится счет. Карим Бензима. Третий гол в Ла Лиге. И хэт-трик сегодня. 74-ая минута. Какой пас. Модрич. Его шанс забить. Модрич. Шестой влетает в ворота Эйбара. Лука. Модрич. Бедный Эйбар. Господи боже. У Модрича тоже, по-моему, второй гол в Ла Лиге. Потому что в прошлом матче он тоже забивал. Я, может быть, с Харусу Ману. Давайте попробуем сейчас Эдена Азара выпустить на правый фланг вместо Родриго. Тем более, счет 6-0. 77-ая минута. Можно попробовать все в этой жизни. Выпускаем Адаму Трауре вместо Неймара. И похрену, что надо, наверное, поменять местами Азара с Адамой. Но и чтобы играл Азар слева, а Бензима... Ой, господи, Адама Трауре справа, как полагается. Но я думаю, за 5 минут ничего не случится. Ой, Кики Гарсия как развернул барана. Кики Гарсия можно забивать. И гол Престижа все-таки забивает Эйбар. Очень обидный гол в плане того, что такой матч надо было Куртуа играть в сухую. Но все-таки пропускает Тибу на 89-й минуте. Забивает Кики Гарсия. Ну и все очень классно развернул баран. Ну и дальше, естественно, уже никто ему помешать не смог. И он с правой ноги аккуратненько отправляет мяч в ворота. Второй гол его в Ла-Лиге. 6-1. Перехватка Земира. Пас направо. Там Азар. Азар. Подача на дальнюю. Адама Трауре! Что это? Да! Это, наверное, была попытка пробить головой, но больше похоже на скидку. Финальный свисток арбитра прозвучал. 6-1. Я сейчас понимаю, что, во-первых, я очень давно фразу эту не произносил. Вот этот счет. 6-1. Во-вторых, что это невероятно красиво звучит. Но не удивляйтесь, что мы так разгромили Эйбар. Эйбар, сами понятия, далеко не топ-клуб Испании. Скорее, команда, которая каждый год борется за выживание в Ла-Лиге. Поэтому ничего удивительного. Бензима оформляет хэт-трик. Что скажете о его игре? Бензима сегодня был неудержим. Такие игроки способны решить исход матча. И сегодня как раз такой случай. Вы уверенно выиграли. Что скажете? Реал Мадрид устроил настоящий спектакль. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Сегодня вы выиграли с разницей в 5 голов. Пусть начали довольно медленно. Вы нервничали из-за того, что не смогли забить в первом тайме? Как такового волнения не было. Но это правда, что я предпочитаю сбивать как можно быстрее. Брать БК за рога и дальше уже вести игру. В смысле? Какого как бы спрашивается хрена? Мы все-таки забили один минимум. Как вообще, может, два, наверное, уже или три вообще в первом тайме. Какого черта они говорят, что волнение и так далее. Мы сейчас первые вместе с Севильей. И что удивительно, с Кадисом, мать его. Команда, которая только-только в этом сезоне вернулась в Ла Лигу. И пожалуйста. Так, давайте. Так как Лука Модрид через сезон завершает карьеру, я хочу вот этого парня. Тем более, им в реальности интересовалась мадридская команда. У нас 38 миллионов, более чем хватает. Но давайте подождем отчета о нем, чтобы нам как можно дешевле его купить. Лучше сейчас, чем покупать его через год. Супер дорогим. Супер уже достаточно топовым. Родлиг, кстати, 80-м стал, что хорошо. Ферлан Миди 84-м. Окончательный отчет по Эдуарду к Мовинге пришел. 76 рейтинг. 17 миллионов он стоит. Отступные 35 700. Я мог бы, конечно, его купить за отступные. Но я считаю, что все-таки мы можем сейчас за 20-м, за 25-м. Примерно так. За него выложить. Кстати, спасибо, что подсказали. Давайте мы сменим номеру Неймару на 10-й. Хоть под ним играет Лука Модрич, но давайте мы Луки Модричу вернем исконно его 19-й. Помните, он первые годы, когда играл в Реале, он долго очень играл с 19-м номером. А мы у Адриасолы отбираем его 19-й. Ну, пусть Адриасолы под 17-м бегает, ладно. У нас матч против Бетаса, который идут 15-ми. Ну и играем мы на выезде. Состав, в принципе, неплохой. Я считаю, давайте посмотрим, что там у нас с формой игроков, тонус и так далее. Давайте сегодня выпустим все-таки Азара с первых минут. Ну, а все остальное меня, в принципе, устраивает. Тут у Марселла уже рейтинг вниз пошел, 82-й он уже. Так что Марселла проигрывает борьбу Ферлана Минди и наступает новая эра в Мадриде. Ферлана Минди теперь будет играть слева. Показывают разминающегося Карима Бензима, который трешечку отгрузил Эйбору в последнем матче. Этого прекрасно помним. Великолепный перформанс сегодня на трибунах. Все трибуны окрашены в зелено-белые цвета. Цвета Риал Бетиса. Я скажу вам, что Бетис в последние годы очень мощный клуб. Взять вот эти покупки Корвалью, Фекира, это прям действительно показатель, что Бетис очень крепкая команда. И легко нам с ними сегодня точно не будет. Бетис разводит с центра поля и игранчик. Минди хорош, азар. Бежать азарчик. Ну вот видно, что по сравнению с Неймаром скорость, конечно, немножечко не та. Вырезает штрафную, нет, здесь Сидней. И он спокойно провожает мяч на угловой. Спрашивается зачем? Вы что, не знаете, что у нас есть Рамос, Варан, Бензима? И у нас есть вот эти радиоуправляемые кроссы Тони Кросса. Извините за тавтологию. Вилли Корвалью пошел подавать. На ближнюю штангу Родриго спокойно выгружает. И Тони Кросс с Бензимой разгоняет контратаку. И пошел азар. Давай, твой шанс. Сейчас ты спокойно должен улетать от Монтои. Да, так и есть. Азар! Вот поэтому мы купили Неймара. И вот поэтому азар при своем рейтинге 87 запасной. В мадридском Реале. Потому что Неймар такое забил бы. Я это точно знаю. Алекс Морена. Подача штрафную. Удар головой 1-0. Бетис! Пожалуйста. Вроде как Реал давил все эти полчаса. Вроде владел преимуществом инициативы. И, пожалуйста, одна вылазка Бетиса. Хоть у них было и несколько в этих вылазках. Но, тем не менее, одна из таких редких вылазок. Заканчивается взятием ворот мадридского Реала. Ну да, здесь, конечно, Паулинио забивает головой. Абсолютно никем не прикрытый. Тут Рамос был от него на расстоянии 3 метра. Минди так еще, наверное, в 2 раза дальше был. Ну а что? Реал держит социальную дистанцию. Но, к сожалению, сейчас это не обязательно было. Из-за этой 100 дистанции Паулинио забивает свой третий гол в Ла-Лиге. И 0-1 Реал начинает уступать. Но я же сказал, что с Бетисом легко, как с Эйбором, точно не будет. Вот, пожалуйста, Эйбор это еще раз доказывает. Паулинио, перехват Варана. Модридж направо. Конечно, Родриго. Набирает ход Родриго. Прострел. Падает. Пенальти ставь, судья. Конечно. Точка. Алекс Морена привозит. Этот пенальти. Без желтая пояса орбита. Ну, смотрите. Да. Ногу он Родриго прям зацепил явно. После того, как Родриго выкатывал на Карима Бензиман. Ну, давайте у нас в нашей карьере, во всех карьерах будет правило. Тот, кто привез пенальтик, заработал, тот его будет реализовывать. Так что Родриго подходит к мячу и провисит его красиво, хорошо. 1-1 Реал, 42-ая минута. В уголочек аккуратненько закатывает этот мяч Родриго. Свист трибун. Ну, понятно, что все недовольны решением арбитра. Хотя там был пенальти, действительно, было нарушение правил. Но, сами понимаете, болельщики, они на то и болельщики, чтобы опровергать абсолютно все действия, которые совершаются против их клуба. Ну, и голкипер просто стоял, смотрел. Он сделал так, шажочек, по-моему, в противоположную сторону. Ну, и просто проводил мяч взглядом в сетку ворот. Своих же. Первый гол Родриго в этом розыгрыше Ла-Лиги и 1-1. Франсис. Передача. Фикир, а ведь Фикир приложится-то легко, Морд. Он заходит штрафной, он бьет по воротам. С правой ноги и вытаскивает этот мяч Тибу Куртуа. Штрафной удар Реалом. Адамат Рауре у мяча, непонятно почему он, но да ладно. Пошла подача, Модрич! Не попадает в ближний угол. Хорошо, Вальверде, Каземира и туда, налево, потому что Неймар здесь уже летит со страшной силой. Неймар! Удар в дальний! Спасает голкипер Адамат Рауре на подборе, передача в центр. Модрич под левый, удар в дальний! Спасает Клаудио Браво. А, нихрена себе! Я только сейчас понял, что это Клаудио Браво. Вот так вот, 74 минуты мы играли и не знал я даже, что Клаудио Браво сегодня защищает ворота Беттеса. Подает Вальверде. Варан! Рикошет какой! Неймар, разворот классной передачи Ферлан Минди. Обратно Неймар! Это Вальверде! Удар в дальний! Хорошо пробил! Спасает Клаудио Браво. Реал сейчас так просто не согласится на ничью. Но они будут бороться до последней секунды все-таки за победу. Пытаться вырвать сейчас 3 очка. Пошла подача. Вынос Вальверде опять-таки на подборе. Неймар. Неймар. Выдавили его из штрафной и мяч забрали. Заброс. Хуакин! Прострел! Удар! Гол! Беттес! Вот так-то! Вот так! Да-дам! Забивает Иглесиас на 87-й минуте! Беттес выходит вперед! 2-1! Реал хотел сам сейчас, да? Реал опять давил-давил. Они хотели все-таки вырвать победу. А в итоге они сами пропускают на последних минутах матча. Хороший прострел. Варан головой не достает до этого мяча, чтобы его выбить. Ну и здесь расстрел Иглесиасом. Он спокойненько переправляет мяч мимо Куртуа. Борх и Иглесиас. Его первый гол в Ла-Лиге. И 2-1 Беттес выходит вперед. Вот так вот. Хочешь сам что-то сделать, а в итоге забивает соперник. И Беттес это второй раз, кстати, так делает. Когда Реал владеет преимуществом. Когда Реал давит, щемит. А в итоге Реал огребает. Вот так вот. Первое поражение следует незамедлительно. Третий тур мы уже теряем очки. Мы проигрываем Беттесу со счетом 2-1. Достаточно досадно. Потому что Беттес не владели преимуществом, походу. Этого матча. Посмотрите на это. 11 ударов Реала 6 в створ. Против 3 ударов Беттеса и 3 в створ. Ну что это такое? Ну как это называется, ребят? Ну. Ну а мы отправляемся за тем, чтобы попытаться подписать Эдуарда Кмовинга. Ну мы как видим 17 он стоит. От 17 до 22 с половиной. Можно за него заплатить. И надеюсь, что Ре нам их отдаст. Мы не будем платить 35 отступных. Давайте с пятнашечки попробуем начать. Мало ли, вдруг продадут. Они хотят начо Фернандеса еще до плата 4 200. Вот так-то. Но начо наш четвертый центральный защитник. Давайте попробуем все-таки 17. Да, они готовы. 7% перепродажи. Нам все равно мы продавать Кмовингу вряд ли будем. Перспективный игрок, да. Хорошо, я согласен. То есть он не будет жаловаться на то, что у него мало игрового времени. Предлагаем ему контракт на 5 лет. Они его, естественно, принимают. Пацану только 17 лет, поэтому на 5 самое оно. Без отступных это хорошо. Зарплата. Ну давайте десяточку. Я надеюсь, ему понравится. В Мадриде десять. Да, достойное предложение. Он получал время 5 300. Сейчас пошел на повышение. Ну и мы подписываем, наверное, последнего пассажира. Сейчас и... Вот таким составом мы отправимся... В плавание по сезону. Ух ты, смотрите, что пришло. Я просто сейчас охренел. Думал, какого черта? 87,5 миллионов стоит кросс. И Баруси всего 12 600 предлагает. Они хотят Рафаэля Геррейру. Рейру и плюс 12 600. Нет, кросса я не отдам. Даже если я взамен получу холмны. Нет, нет, нет и нет. Смотрите, какой парень классный. Вот с этим мы прощаемся. А эту мы переводим в основной состав. Значит, я накидал себе три состава. То есть, как я всегда это люблю и умею делать. Три состава. Первый это, естественно, основа. Второй это... Игроки. Запасы игроки. Ну, такого ближайшего запаса. То есть, которые могут выходить прям по ходу матча. Да. Вот стартовый наш состав. Вот так он выглядит. Второй состав выглядит вот так. Лунин, Марселло, Милитау, Нача, Адриасоло, Камовинго, Брозович, Вальверде, Азар, Йович и Траурен. Третий состав у меня всегда молодежка. Всякие там игроки Академии или просто молодые игроки, которые есть в клубе. Альтубе, Сепульведа, Рамос, Чуст, Карвахаль, Камовинго, Каземира, Арибос, Вальеха, Дура, Родриго. Ну, здесь Рамос, да, сами понимаете, для чего Рамос здесь как наставник. Давайте мы еще тогда сюда даже Модельча отправим, чтобы он тоже тут рулил всеми, был, скажем так, тем связывающим звеном. Карвахаль тоже здесь как опытный игрок. Родриго более-менее, хотя он тоже очень молоденький, особо он никакого авторитета не будет иметь над ребятами. Вот этими всеми. Но, тем не менее, вот два авторитета, даже три авторитета в составе молодежном есть. Карвахаль, Рамос и Модельч, которые будут подталкивать, так сказать, пацанов на путь истинный. Расклад такой. Мы будем менять составы в зависимости от того, на каком месте располагается наш противник. Если команда соперника располагается с первого по десятое место, мы играем основой, вот такой. Если располагается здесь с одиннадцатого по пятнадцатого, второй состав. Ну и если уж там команда еле-еле барахтается в битве за выживание, да, с шестнадцатого по двадцатый, то мы играем вот таким составом. Чтобы было интересней. Мне, конечно, приятнее всегда, конечно, выигрывать все матчи, но, с одной стороны, это скучновато. Потому что, а вдруг у нас сейчас опять вот так, как с Айбаром будет все матчи так проходить, большинство. Елки-палки, Федерико Вальверде, я так понимаю, он пока ездил в сборный, скорее всего. Получил травму, перелом локти и пропустит семь недель. То есть на два месяца, даже на полтора примерно мы без Вальверде. Ну ничего страшного, он вроде у нас запасной игрок, но все-таки обидно его терять. Он у нас каждый раз выходит во втором тайме. О-хо-хо-хо! У-хо-хо-хо-хо! Господа, я не знал, что вторая серия, а это, точнее, третий выпуск, третья серия, а уже будет так горячо. Что уже в четвертом туре нас ведут с Барселоной. С Барселоной, мать его. Гонка бомбардиров, тут Хитафи, Кадис, Реал Соседат, Бензима четвертый, Гризман пятый, Модрич с кроссом восьмый, девятый, Неймар одиннадцатый. Но давайте не отвлекаться, у нас тут Реал против Барселоны. Ребят, это горячо, это сейчас будет невероятно горячо. Автоматически Вальверды заменяем, выкидываем из состава. Мы выходим на матч против Барселоны. Хочется, конечно, выйти с стартовым составом, но у нас много уставших игроков, которые со сборных юнольц, типа Каземира. Страшно, конечно, но давайте поменяем его все-таки на Брозовича. Я не знаю, правда, что из этого выйдет. Неймар тоже не в лучшей форме. Давайте выпустим Азара. Неймар выйдет во втором тайме. Ну и вот так мы отправляемся на это Эль Классик. Состав Барса на ваших экранах. Терштеген, Альбал Англия, Алаба, Сержи Роберто, Фрэнки де Йонг, Серхио Бускец, Филиппе Каутиньо, Усман Дембеле, Леонель Месси и Антони Марсиаль. Ну вот вам и проверка боем сразу же. Четвертый тур только лишь, то есть только-только разгоняется Ла Лига. А мы уже встречаемся с Барселоной. Эль Классико! Нас сегодня с вами ожидают. Фантастика. Я реально, я морально к такому не был готов, что нас уже сведут с Барсой уже вот на четвертом матче. Сегодня мы играем дома на Сантьяго Бернабаеву и поддержка трибуны очень важна. Она будет, потому что сегодня аншлаг, в этом можно не сомневаться. Нет в футболе матча лучше, чем Реал и Барса. Ну давайте! Леонель Месси против нас и его компания. Поехали! Мяч ходит за пределы поля на удар от ворот. Бензима выигрывает вверх. Скидочка направо. Родриго поспевает за ней. Передача во фланг. Лука Модрич против Хлимана Лангле. Передача хорошая. Бензима! А это ударная позиция. Бензима проскочил. МТТ! Удар по воротам! И спасает Марк Андретор Стегин. Угловой удар, как обычно, Тони Кросс. Пошла подача. Варану бить, как следует, не дают. На подборе Реал. Родриго. Рамос. Удар справа блокирует. Родриго снова подбор. Бензима! Его удар! И вот уже потяжелее справиться с этим мячом Терстегину. Азар. Хороший пас. Родриго в дальней. Спасает Терстегин. Месси. Ой, как убрал Месси. Марсиаль. Каутиньо! Оооо! Спасает Куртуа! Месси закидывает Марсиаль. Развалилась оборона Реала. Тут остался лишь Рамос в центре. Вот прибегает Варан. Подкат, но уже поздно. Уже поздно. Реал пропускает. Забивает Антони Марсиаль. И слышите? Ну, почти гробовое молчание на Сантьяго Бернабеу. Здесь Рамос так проскочил мимо. Сместился Марсиаль. Пробил. И в ближний угол он супел. Отправить этот мяч. Избежав подкатом Рафаэля Варана. Антони Марсиаль. Третий гол в Ла Лиге. Реал начинает проигрывать. 0-1. Перерыв. 0-1. Пока проигрываем Вель Классика. Пропустив на самых последних минутах первого тайма. 50-я минута. Угловой мадридского Реала. У мяча, как всегда, Тони Кросс. Подача пошла хорошая. Так что таким кулаками выбил. Варан через себя закидывает штрафную. Вынос. Мяч остается у Реала. Надо сейчас попробовать выжить из этого. Максимум. Бензиме. Нет. Жордяль бы не дал Карибу Бензима. Великолепный пас. Выдет к Кроссу. А вот Рамос выдает этот пас. И Родригой сравнивает счет в матче. 1-1. Долго, долго, долго разыгрывал Реал. Этот угловой, этот подбор. Но в итоге это стоило того. Реал забивает и сравнивает счет в матче. И Сергио Рамос великолепно. С левой ноги выдает пас. Родриго устремляется в свободную зону. И с левой ноги отправляет мяч в ворота Марка Андрея Терстегина. 1-1. Второй гол Родриго в Ла Лиге. И счет на табло равный. Марсиаль. Каутиньо. Де Йонг подбирает мяч. Де Йонг. Передача обратно Каутиньо. Подкат Минди чистейший. И теперь шанс Реалу разбегаться в контратаку. Передача направо Родриго. Там опять против него этот вездесущий Калиман Ланглея. Который сегодня от флангов просто не отрывается. Хороший пас. Кросс. Спасает Терстегин. Где мяч? Мяч готов был то ли в штангу залететь, то ли еле-еле, но ускакать все-таки максимально рядом со штангой на угловой. Но Терстегин успел этот мяч забрать в руки. Месси. Ну смотрите, Месси в центре поля. Да, то есть Роберто сейчас в правом полу защитник. Я смотрю, Месси двигается там, где хочет. Пьянич. Передача. Удар Дембеле спасает Куртуа. Вот так вот. Только Карвакаль полетел смещаться в центр, чтобы перекрыть. Пьянича как тут же пошел пас налево на свободного Дембеле. Автор иголок Родриго и Антони Марсиай. Но еще пять минут впереди, это значит, что может все измениться. Вот, например, сейчас Бензима. Удар поворот. Ам! И попадает Карим! Причем это было очень близко. Испотало бы пробивал Карим. И действительно там достаточно близко было к штанге. Поворот Марка Андрея Торстегина. К сожалению, не забивает Бензиман. Не забивает Реал. Ну и вот так. Мы сегодня собираем полную коллекцию всех вариантов окончания матча. Мы сегодня победили. Мы сегодня проиграли. И мы сыграли в ничью в Вальклассику. Но этот взгляд нашего тренера как раз вот говорит о том, что явно еще есть над чем работать. Есть над чем подумать на досуге. Потому что я не скажу, что это спад небольшой в виде двух матчей без побед. Но все равно не очень приятно, что мы теряем очки во второй встрече подряд. Отзвучал гимн Лиги Чемпионов. Который, естественно, я не могу вставить в это видео по понятным причинам. Но, в общем, вы видите, что он сокрашивается. Менюшечка в голубенький такой синенький цвет. Это значит, что следующую серию мы начнем матчем Лиги Чемпионов. У нас группа с Шахтером, Интером и Гладбахом. Очень равная группа. Да, мы, естественно, считаемся здесь фаворитами. Но Интер, как одна из самых сильных команд вообще в FIFA, должна навязать нам игру. Навязать борьбу. С Мюнхен Гладбахом тоже, я сомневаюсь, что будет просто. Ну и Шахтер должен тоже нас помотать. Каземира, хотел сказать, что в прессе меня вообще обсуждают. Я немного волнуюсь. Дайте мне шанс доказать, что я достойный играть в этой команде. Состав может меняться каждую неделю в зависимости от настроя и формы игроков. Место в стартовом составе никому не гарантировано. Ну и давайте мы на этом закончим нашу сегодняшнюю серию. Мы сегодня действительно собрали все, что могли. Ой-ой-ой, я испугался. Думал, Бендима 86. Думал, какого хрена. Не, все нормально. Мы сегодня собрали полную коллекцию результатов. Мы сегодня разгромили, уничтожили Эйбар 6-1. Мы сегодня проиграли Бетису досадно 2-1, пропустив на последних пяти минутах. Ну и мы сыграли в ничью 1-1 с Барселоной. Сыграли так, Эль Классика. Но если вам нравится эта карьера, что я вижу, что она невероятно заходит. Первая серия там уже под 150 просмотров. Вторая там 70-80. Невероятно, что вы творите. Если так дальше будет продолжаться, я готов буду выпускать карьеры из Реала Мадрид каждую неделю. И у нас, чтобы Реал вышел, так сказать, эта карьера, она вышла на главные роли. Она была у нас главной. А там Ultimate Team и PES карьера застенит второстепенные роли имела бы она. Я на это согласен. Ну и также я согласен, буду пилить видео каждый день. Но чтобы это произошло, вы должны немедленно сейчас поставить лайк, подписаться на канал и нажать, конечно же, на колокольчик. Потому что вам могут не приходить уведомления о моих новых видео. С вами был, как всегда, Мигу. До встречи в следующих видео. Пока-пока.